Дорогие друзья, уважаемые товарищи, к вам всегда приезжаем как на большой праздник. Я только что вернулся из Минска, столицы Братской Белоруссии, встречались с президентом Лукашенко, были на удивительном заводе по производству детского питания, ознакомились с их агрогородком, одного из лучших хозяйственов. Я пригласил и президента, и руководителя этого агрогородка, к нам в зону социального оптимизма, ваш удивительный совхоз имени Ленина. Они сказали с удовольствием приедем, посмотрим. Я им показал, правда, в альбомах и новую школу, которую мы знали, и прекрасный детский сад один и второй, и детский парк, который построен по мотивам сказок Пушкина, а не какой-то там Диснейленд. И рассказал о наших народных предприятиях, более двухсот по стране, которые стали победителем и в соревнованиях производственных, и в социальной заботе и защите детей, стариков и женщин. Когда говорят о социальном государстве, в его сущности определяется отношение к детям, женщинам и старикам. Вот сюда, когда приезжаешь, ты это видишь в очи. Я хочу поблагодарить коллектива Павла Николаевича, всех, кто участвует в создании этого удивительного хозяйства, которое показывает пример, как можно работать, учиться, воспитывать и добиваться выдающихся результатов. Для меня это втройне важно, потому что я сам из семьи учителей. У нас в семье 10 педагогов, 320 лет преподавали в школах и вузах. Я сам 17 лет пошел в сельской школе учителем и воспитывался в бабьем царстве, потому что у нас из сотни мужиков, которые ушли на фронт, на Орловско-Курской дуге полегли почти все. Вернулись 3-4 сотни, и важно понимать, что такое материнская забота и что такое хорошее, достойное детство. А в детском саду, когда вы приводите своего ребенка, вы это в очи можете почувствовать. Прежде всего воспитывает атмосфера и обстановка, эстетика. В этом детском саду у нас есть и театр, и спортивный комплекс, спортивная площадка, и музыкальный зал. И все, что увидите, соответствует самым высоким требованиям. И в какой гармоничной, интересной, прекрасной обстановке будет формироваться умный, здоровый, крепкий, вперед смотрящий, далеко смотрящий ребенок. Поэтому мы вас поздравляем, благодарим, желаем. И будем все делать для того, чтобы этот уникальный опыт нашего совхоза распространить в целом по стране. Мы подготовили новый закон, образовали для всех. Сейчас помогаем науке выбраться из трудного положения. Когда вам заявляют о том, что вот мы отстаем или нас окружают, запомните, можно одолеть любого оппонента и противника, если есть здоровые, умные, крепкие дети, патриотично настроенные родители и социально думающие государства. Таким была великая советская держава. Не случайно она стала первой в мире по всем показателям и промышленным, и космическим, и военно-техническим. Нам надо взять наследство все лучшее и двигаться вперед. Вот совхоз имени Ленина, коллектив, это удивительное предприятие. Павел Николаевич показывает пример. Не случайно он один из первых, пятерки первых, недавно был удостоен Ленинской премии, которую мы вновь восстановили. А так благодарю всех, и строителей, и родителей. Добра и удачи вам с открытием удивительного объекта.